Здорово, народ! Небольшая предыстория. Я вам не планировал об этом рассказывать, когда писал сценарий для этого видоса, но вот хочется прям поделиться своей болью. Вчера люто бомбили Одессу, думаю, многие из вас знают, и когда я бежал в убежище, я порвал себе связки на левой ноге. Вот такая вот жесть, поэтому это будет обзор через боль. Я сесть не могу, почему? Потому что верхняя локация, она сейчас завалена, а на нижний стол, который должен и опускаться, и подниматься, какого-то хрена, не опускается. Короче, все против меня, поэтому я, в общем-то, это будет, давай все, без личных слов, это будет обзор через боль. Но я постараюсь справиться. После этих слов первая фраза, которая должна была звучать в сценарии, прям уверен вам зайдет. Но я ничего не буду менять, поехали. Никогда бы не подумал, что в 2022 году я буду записывать обзоры бэушных смартфонов с таким восторгом и интересом, как сейчас. Но больше всего меня поражает ваша реакция. Вы ведь просто можете взять и посмотреть там ролики двухгодичной давности. Но нет, походу так неинтересно. И я понимаю, почему. Во-первых, тогда цены были совершенно другими, и ситуация на рынке была совершенно другой. И знаете, что я хочу вам сказать? Чем дальше мы заходим вперед, тем больше я вижу смысл существования этой рубрики. Устраивайтесь поудобнее. Сейчас все объясню на примере смартфона Google Pixel 5, который мне дали на обзор ребята из магазина Pixel Phone. За что им, разумеется, летит огромный-огромный респект. Также напоминаю, что прямо сейчас мы разыгрываем вместе с ними два смартфона. Pixel 3 и Pixel 4. Условия для участия в пару кликов. Так что настоятельно рекомендую потратить минуту вашего времени на выполнение. Ссылка будет в описании. Итак, на что я обратил внимание с самого начала. В отличие от двух предыдущих поколений, о которых я вам рассказывал в прошлых видео, внешний вид Pixel 5 не вызывает никаких вопросов в 2022 году. Тут нет толстых рамок или каких-либо других компромиссов. Для большего понимания, вот как он смотрится по сравнению с последним Galaxy S22. Смартфоны легкие, компактные и максимально приятные на ощупь. Из-за специального покрытия, которое нанесено поверх металла. Кто не помнит, был у Google пару лет назад такой фетиш. Они создали первый в мире смартфон с якобы металлическим корпусом, без швов для антенн и наличием беспроводной зарядки. Сейчас я не хочу особо углубляться во всю эту историю, так как она довольно бородатая. И тем не менее, поскольку на нашем канале не было обзора этого устройства, хотя бы вкратце поделиться своими впечатлениями хочется. Так вот, на мой взгляд, фишка этого покрытия заключается в том, что оно практически не царапается. И из-за этого аппаратом можно пользоваться без чехла. Смотрите сами, ему полтора года, а на заднике имеется только два небольших скола. То есть, если оно у вас упадет, допустим, на асфальт, понятное дело, ничего хорошего с этого не выйдет. Но в последнее можно спокойно носить в кармане, в сумке, и не париться, что крышка утратит свой брутальный внешний вид. Кстати, отпечатки пальцев это покрытие тоже особо не собирает. Так что мне такое решение нравится. Хоть некоторые его и критикуют из-за пластика. В руке смартфон не ощущается дешево. Сборка хорошая. Однозначно лучше, чем на Pixel 6 Pro. Наверняка многие из вас обратили внимание на расположение сканера отпечатков пальцев. Да, Google одна из немногих компаний, которая не могла определиться, идти на поводу у трендов, или же не изменять своим традициям. Если вы помните, в четвертом поколении они полностью избавились от стандартного сканера отпечатков в пользу аналога Face ID. Что понравилось далеко не всем фанатам. В пятом поколении пришлось извиняться. Не знаю, можно ли считать такой вариант исполнения минусом. Потому что, исходя из результатов опроса в нашем телеграм-канале, это скорее дело вкуса. От себя могу сказать, что привык за пару дней. Правда, тут стоит отметить, что скорость разблокировки могла бы быть и шустрее. Особенно учитывая такое древнее и проверенное временем исполнение. Хотелось бы мне на этом закончить рассказ о внешнем виде, но, по всей видимости, рано. Потому что эксперимент с материалами корпуса был не единственным. Не знаю, кто надоумил компанию Google принять такое решение, но они отказались от стандартного разговорного спикера. Вместо этого он расположен где-то там под дисплеем. Для большего понимания, аналогичное решение используется во всех флагманах Huawei, начиная с модели P30 Pro. Спустя какое-то время к этому можно привыкнуть, но, если объективно, такой вариант гораздо хуже, чем у любого бюджетника за 100 долларов. Во-первых, потому что максимальная громкость ниже. Рассказываю пример из жизни. Недавно общался со своим товарищем, шел вдоль дороги, по которой ездят машины. А он, знаете, из таких людей, которые говорят, как Арестович, бубнит себе что-то под нос, ни хрена не разберешь. Вот в совокупности с разговорным спикером в Pixel 5, вот, я вообще ничего не мог понять. Поэтому мне пришлось заставать гарнитуру. Во-вторых, в тихом помещении, допустим, где-нибудь в офисе, на максимальной громкости вас слышат абсолютно все на расстоянии 5 метров. И, в-третьих, ощущения, в принципе, совершенно другие, потому что звук передается по-другому. И я не могу сказать, что мне нравятся эти ощущения. Еще раз, привыкнуть можно. Но если вы из тех людей, кто днями напролет говорит по телефону, тогда лучше уже для этих целей присмотреться в сторону Pixel 4 XL. И, кстати, еще по причине такого расположения спикера стал хуже звук из мультимедийных динамиков. Как было в предыдущих поколениях. Два нормальных динамика давали псевдоэффект стерео. А тут, по сути, полтора динамика. В целом, звучание неплохое. Просто имейте в виду, что оно хуже, чем, допустим, на третьем пикселе и четвертом. Вы, наверное, сейчас сидите и думаете, что вообще за лажа происходит. В названии написал, что все хорошо, а в итоге сплошной негатив. Окей, давайте переключимся на позитивную волну. Экран тут лучше, чем у предшественников. Не только из-за того, что площадь дисплея увеличилась, а в принципе. Мне нравится, как отображаются цвета. В солнечный день можно без проблем разглядеть, что происходит на экране. Хотя, опять-таки, до Galaxy S22 в плане максимальной яркости ему еще далеко. Показатели шим перед вашими глазами. Самая главная фишка, как всегда, заключается в ПО. Интерфейс работает идеально. Пиксель 5 с частотой дисплея 90 Гц даст фору многим другим андроидам с более мощным процессором и частотой дисплея 120 Гц. И я не преувеличиваю. После него Galaxy S22 на Exynos кажется куском говна. Но честно. Да, там круче экран. Но если говорить о расторопности, вот просто отвечать на вопрос, где система работает приятнее, я бы даже не задумывался и выбрал пятый пиксель. А поскольку большинство людей 90% времени со смартфоном проводят в социальных сетях, в мессенджерах и просто потребляют контент, мне кажется, это самое важное. Главное, чтобы когда ты ялозил пальцем по экрану смартфона, тебе это приносило какое-то удовольствие. Возможно, вы подумаете, что я фанатик. Да я и отрицать не буду. Что касается обновлений ПО, по этому поводу переживать точно не стоит. Сегодня Pixel 5 работает под управлением 12-й версии Android и в будущем обновится как минимум до 14-й версии. Лишь только единицы за эту же сумму денег смогут похвастаться подобным. То есть в ближайшее время смартфон не устареет ни в плане мозгов, ни в плане внешнего вида. Единственное, что может смутить – процессор. Не то чтобы он слабый, просто как-то странно, что у предшественника процессор мощнее. Да, тут есть 5G, но, как по мне, это довольно слабый аргумент. Как я уже сказал, со скоростью работы системы проблем не будет. А вот по игровой производительности Snapdragon 765 показывает себя заметно хуже, чем Snapdragon 855. На практике в тяжелых играх лучше выбирать средние настройки графики. В простенькие можно смело играть на максималках. Поэтому тут уже смотрите сами, насколько это для вас важно. Тут же я попрошу монтажера добавить результаты тротлинг-теста. Еще из-за более слабого чипа немного дольше обрабатываются фотографии в ночном режиме. На самом деле это мелочь, но я на это обратил внимание. А так, камера этого смартфона, конечно, впечатляет. За свои деньги это уж точно. Единственное, что мне не дает покоя – почему производитель решил избавиться от телевика, который был в предыдущем поколении в пользе ультраширика. И это в то время, когда конкуренты уже предлагали весь набор. Хотя в случае со смартфонами от Google, даже цифровой зум тут выглядит вполне неплохо. Все благодаря фирменным алгоритмам. Примеры перед вашими глазами. А вот снимки, полученные на ультраширик, по естественности цветопередачи, динамическому диапазону и детализации, мне понравились даже больше, чем на S22. Правда, вот угол обзора заметно уже, что отчасти нивелирует заслуги пикселя. Но что касается фотографий, полученных на основной модуль, разницы с четвертыми пикселями, можно сказать, нет. Несмотря на довольно старый сенсор, опять-таки, за счет фирменных алгоритмов, практически во всех сценариях пиксель справился лучше нынешних смартфонов в ценовом диапазоне до 20 тысяч гривен. Да что там, на многих примерах он даже уделывает Galaxy S22. Правда, угол обзора у последнего снова шире. Так что тут уже смотрите сами. Видео на основной модуль смартфон умеет писать даже в 4К 60 кадров в секунду. Качество хорошее. Но примеры я покажу на фоне одного из конкурентов в 4К 30 кадров в секунду. Тут же вы сможете заценить качество записи звука. Обращаю ваше внимание на качество видеосъемки. Фронталка у него тоже шикарная. Справляется со своей задачей лучше, чем конкуренты. Смотрим на примеры фото и видеосъемки. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, в общем, с этим вопросом разобрались. Камера у смартфонов от Google, как всегда, отменная. Даже у стариков, не говоря уже о более или менее свежих решениях. Но, вас сейчас удивит, что я скажу. Есть в арсенале этого смартфона еще один плюс, который переплюнул даже крутую камеру. Помните, что я говорил в обзорах Google Pixel 3 и Pixel 4? Какая их главная проблема? Время автономной работы. Там, может, неистово нравится смартфон, но батарейка все портит. И ты не можешь им пользоваться. Ты не можешь отдать предпочтение этому аппарату. Так вот, эта история не про Google Pixel 5. Полного заряда мне легко хватает на один день. Он держит заряд не хуже современных флагманов с большими экранами. Не хуже Pixel 4 XL. То есть, у меня вообще нет претензий к времени его работы. Если у вас в основном простенький сценарий использования, то есть, вы не играете, не пользуетесь GPS днями напролет, то можете в среднем рассчитывать до шести часов работы экрана. Вот я сделал для вас несколько скринов. Разница с третьим и четвертым пикселями в этом плане существенная. И вообще, пока что это один из немногих компактов на Android, время работы которого меня не разочаровало. Да и вообще, у меня есть желание оставить себе этот смартфон в качестве основного, потому что для моей задачи он подходит на все 100%. По телефону я особо не разговариваю, в игры не играю, но иногда общаюсь по видеосвязи с семьей. А так, в основном, мне нужна быстрая и неглючная работа системы. И у пятого пикселя с этим нет никаких проблем. Еще он мне дико заходит по эргономике и по материалам корпуса. Вот, по ощущениям, прям здоровский. В Украине его можно купить от 11 тысяч гривен. Это с учетом нашего промокода. Да, смартфон был ужный, но, допустим, состояние моего сэмпла близко к идеальному. Там, кстати, ценник зависит именно от этого. Так что лучше уточняйте все детали у продавца. Ссылку я оставлю в описании. Если бы вы мне задали вопрос, что лучше купить за эти же деньги, Pixel 5 или, допустим, какой-нибудь Poco F3, Realme GT Neo 2, OnePlus 8T, они пресс-минус находятся в этой же ценовой категории. Друзья, я бы даже не раздумывал, почему, потому что это разные уровни. Да, тут слабее процессор, да, тут есть нюансы с разговорным спикером, но зато по всему остальному это самый настоящий флагман. Тут имеется влагозащита, имеется беспроводная зарядка, да и по ощущениям, материалом корпуса, ну, Pixel выигрывает. А вот насчет Pixel 4 XL я бы задумался. Меня там бесит бордюр сверху, но по всему остальному он не то чтобы был сильно хуже. В общем, смотрите, какой из них вам больше заходит по дизайну и размерам. Объективно оба хороши. Так, все, с Pixel'ами вроде бы отстрелялись. Дальше у нас по плану серия Galaxy S10. Тоже стоит недорого. В них есть свой шарм, определенно. Вот, на мой взгляд, контент актуальный. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Кроме этого, ставьте пальцы вверх, делитесь выпуском со своими друзьями. И вот это вот все. И пока все это делаете, Я вам в очередной раз напомню о благой цели нашего проекта во время войны. Вот мы сейчас ведем свой блог, кто-то там занимается другими делами. В общем, каждый старается оставаться на плаву. Но многие люди в нашей стране, они сейчас буквально выживают. И это я сейчас говорю не просто так, да, там, посмотрел новости и вам там ляпнул. Нет, у меня много знакомых из Запорожской области. И то, что они мне рассказывают, ну, это прям жестяк полнейший. И таких мест в нашей стране очень много. В связи с этим, наш проект сейчас собирает деньги на медикаменты. Вот работаем мы по спискам, которые нам предоставляют жители оккупированных городов. Вот мы их покупаем, потом привозим. Вот и люди там уже бесплатно их берут. Это хотя бы как-то им помогает, потому что у них в аптеках ничего нет. У них мало то, что денег нет, и в аптеках вообще ничего нет. Если у вас есть желание и возможность принять участие во всем этом действии, реквизиты я оставлю в описании. Для того, чтобы следить за отчетами, подписывайтесь на мою страницу в Инстаграме. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Слава Украине. И да пребудет с вами Android. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok